Друзья, всем привет! Скажите, вам не надоело изо всех щелей слышать заголовки по типу World of Warcraft умер, World of Warcraft закрывают и все в этом роде? Мне лично надоело. И Близзам, судя по последним новостям, тоже. Что значит по каким еще новостям? Неужто вы не знали, что разработчики пару дней назад написали обращение комьюнити, в котором поделились сочным куском информации о WoW и его будущем? Вы правда не слышали об этом? Сделайте вид, что не слышали. Ну раз не слышали, я считаю, что моим священным долгом является рассказать вам обо всех последних новостях World of Warcraft. Поэтому берите скорее вкусный напиток и усаживайтесь поудобнее. Приятного вам просмотра. Начнем с самого любопытного лично для меня. Близзард подтвердили выход фреш серверов WoW Classic. И да, это пока все, что известно об этой версии игры. Что нас ждет на свежей ваниле? Какие там будут изменения и будут ли они вообще? Пока официального ответа на эти вопросы у нас нет. Однако, есть классный ролик на канале Ели Сави, в котором она рассказывает, что нас там может ожидать. Так что не поленитесь и посмотрите его. Думаю, вам будет как минимум интересно. В любом случае, переживать и пережевывать нет смысла. Ибо в скором времени мы будем получать много новостей об этом чуде. А пока я продолжу делиться с вами уже известными новостями. Burning Crusade Classic совсем скоро перейдет во вторую фазу. Под названием Владыки Запределья. Нас ожидают два новых рейда. Змейное светилище и Око в крепости Бурь. Новый сезон боев на арене. Новые фракции Огрила и Стражи Небес Шатар. Плюс связанные с ними квесты. Гильдейские банки, новая система поиска групп, а также возможность плевать, как хряк в людей пропадет из игры. А что касается выхода самого контента, он будет происходить постепенно. Начиная с 1 сентября и заканчивая 22. На экране вы видите более подробное расписание событий. Так что если умеете читать, почитайте. А мы переходим к следующим новостям. WoW Shadowlands 9.1.5 Изменения, которые нам готовят в этом патче, являются прямым доказательством того, что Blizzard все-таки начали прислушиваться к игрокам и их пожеланиям. Давайте вкратце расскажу вам о нововведениях грядущего патча. К ним относятся. Свободная смена Ковенанта без каких-либо ограничений по достижению максимального уровня известности. Возможность использования косметических плюшек вроде питомцев и средств передвижения в любом Ковенанте без ограничений. Возможность пропуска компании Ковенанта и получения всех пропущенных уровней известности вместе с тремя медиумами. Возможность пропуска вступительных заданий утробы. Новые опции внешности для озаренных дринеев и ночнорожденных. Походные облики для друидов и формы для облика души ночного народца. Путешествия во времени в подземельях Легион, в том числе эпохальном плюс-режиме. Улучшение для альтов, в том числе усиление наследуемых предметов. И возможность прокачки в Таргасте с помощью Нитей Судьбы. Возможность одиночного посещения странных экспедиций. Различные классовые улучшения. Упрощение открытия союзных рас. Возможность размещения анимы в резервуарное расстояние без нужды посещать обитель. Новые точки для быстрого перемещения по утробе. Возможность создания ссылки на комплект трансмагрификации для ее размещения в игре и вне ее. Дополнительное усиление PvP предметов в PvP. Гарантированная вероятность получения рецептов на легендарные эффекты в подземельях. Возможность использования классических правил распределения добычи в подземельях и рейдах Battle for Azeroth. Фух, боже, храни нубклаб. Вот такие вот новости, друзья мои. Я искренне надеюсь, что вы узнали что-то новое после просмотра. Но даже если это не так, ничего страшного. В любом случае, вы можете перейти на мой канал и там-то точно найти то, чего ранее не видели. Но только перед этим убедитесь, что оставили лайк под этим видео и подписались на канал, замотивировав тем самым меня на создание еще более классных роликов. По нашему обычаю, я выражаю отдельную благодарность спонсорам на ютубе и донатерам со стримов. Отличного денечка, друзья, и прекрасного настроения. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok